Вопрос по поводу, какие отношения будут у нас с Ромадой после того, я хочу сказать, что еще не понимая, мы проходим, не проходим, получим спецдозу, не получим. Мы уже начали коммуникацию с Ромадой и уже протягиваем руку помощи в некоторых моментах, ну в частности, для местоноши приобретен электровелосипед. Ну давайте, или вы, дети, расскажите, или я расскажу. Давайте сначала я, хорошо? Не вопрос, я понимаю, что надо что-то послушать. Для школы обеспечено финансирование звуковой аппаратуры и обладание в класс праций. Выделены средства для участия в ремонте пешеходного моста. То есть это то, что пока мы еще не знаем, что из этого вырастет, получится, но мы, тем не менее, уже как бы вам открыты. И на просьбы и вопросы мы отзываемся, я думаю, что говорим. После получения инвестором спецдозу мы на основании того, что ввели опросы, переговоры насущных проблем, самых первичных, мы готовы включить в договор перекрытие крыши детского садика, ремонт дорожного покрытия улицы Дружбы 1500 квадратных метров и молодежной 1000 метров, капитальный ремонт сельского дома культуры. Далее. После получения – это то, что мы, не начиная работать, включаемся в эти процессы. Да, я понимаю, что процесс оформления документов и до начала работ займет время, но это то, что мы делаем, собственно говоря, сразу, заходя на территорию. Дальше. После отримания инвестора прибыли от надрокоруставания в ходе эксплуатации капиталской делянки в ответственности до отриманного специального дофил на выдобывание чуроку в размере 2% от такого прибудка. Вы понимаете, что это серьезные цифры. И на самом деле, если... Хорошо. Я вас услышал. Я вас услышал. Денис, внеси, пожалуйста, сейчас там туда поправочку. То есть, как бы, мы это будем обсуждать. Но при этом все. Я вам скажу, что, как бы, наблюдая вот на пробежении последних двух месяцев ситуацию в вашем регионе, вот, сколько вам не дает, хоть три, хоть два, хоть полтора, я вижу, как вы вообще реагируете на то, что громада у вас пытается создаться, да? Вот. И что? Пассивность полная. То есть, никто не копает, никто не роет. То есть, вам, как бы, в руки дают инструмент, который позволяет использовать средства самостоятельно, принимать решения самостоятельно, а вы ведете себя пассивно. Я просто говорю, вот, свои наблюдения. Вот. Следующий момент, допустим, ну, тоже, как бы, мы все должны понимать. Район получает, ну, я не знаю, есть кто-то, кто скажет, 340 миллионов или сколько, скажите, пожалуйста, район, бюджет района годовой. Немеце, а район? 400 миллионов. Если я не ошибаюсь, Зинаида Ильинична, до сельсовета сколько доходит? Три. Вот. Нет, это просто для вас, как бы, понимание вообще. Вот вы сидите и спокойно себя чувствуете. Вы не хотите ничего менять, вы хотите, чтобы вот вы сидели, и под вас что-то затекло. Ну, я сказала, так не бывает, на самом деле. Если вы что-то хотите улучшить, меняйте что-то сами, включайтесь. Может быть, даже где-то есть чем-то риски. Ну, так вы, на самом деле, вы стоите на месте или вот эта дверь есть. Вот. Дальше хочу сказать вам. Очень важный момент, я хочу, чтобы вы все услышали, потому что, как бы, ну, тоже мне пришлось за него побороться, но инвестор, как бы, дал добро внести это сюда, без целью, при знижении рівня воды, приватного, загаданного користування крыльниця, которое стало самым следом промысловой деятельности инвестора и новой сезона, инвестор за собственные деньги, забезпечуя жителям села Новгорода, с подведением до приманных будинков, будинков и школ и детского садка ФАПО, создание колонок загаданного користувания. То есть, это говорит на чем? Почему? Что мы процесс паралитного водокористувания можем начинать, не дожидаясь, то есть, фиксируясь все равно, но не дожидаясь, допустим, того, что изменится или нет. По поводу изменится, гидрогеологи сделали свои выводы, расчеты, как бы, мы не переживаем, в кристаллических породах вода не влияет на таком расстоянии. Вот, но тем не менее, как бы, есть добро на то, чтобы водогон сделать сразу. И если вы, как бы, проявите инициативу при наличии вода юриста, мы это можем зафиксировать прямо сегодня. Если есть вопросы, то мне говорите. Доброго дня, шановные люди, шановне правство, сейчас рассказывают, какие они сильно прекрасны и дбают про нашу громаду, уже про наших людей. То я вам хочу повідомить, что 1 серпня вся вся информация была доведена у районному будинку культуры. Про что было выгодно на сайте Минэкологии. Вы думаете, что кто-то был из представителей, я имею в виду, велика громада, была велика кількість дней, и не было. На питание, пан Георгий, он ответил, что сам мы помилилися в том, что вы заключили, что проводите это в районному центре, передбачившись это, тем, что будет велика кількість населения. Кому цикаво? Грузькому? Мы ж виречке, чтобы это творится в капитанции? Им не цикало. Приехали. Приехали, значит, у Тимур, Хакиму привез метро автобус людей, и приехали працівники Союзской Ради. Нам пообещали, что протягом 20 рабочих дней, эта вся рабочая группа прийде до нас на сей пункт и проведет обговорение с нашими жителями. Цего не сталося. Когда нам было известно, что 17 вересня пройдет в области сессия, где будет расследоваться вопрос о цели шахты, значит, працівники Союзской Ради клопотали перед областной администрацией, перед областной радой и перед президентом Украины. Засела областная комиссия, которая обязала данное товариство провести обговорение в селе Капитанка. Вот почему эти люди приехали? В селище Головницкое проходило обговорение. Велася відеофіксація, и тот, кто задавал вопрос, его фиксовали. На зрак я не вижу, что когось фиксуют. Потому что, может быть, відеофіксація пойдет 1 серпня. А наше зауважение, взагалі вас хоть уволюет думка нашої громади, что они против этого. Никого, чому не хотели нас послухать и приехать вперше сюда. Чомусь это, ну, таке питание, может быть, вы нас не хотите чути и прислухать. Спасибо за внимание.